Всем привет! 27 июля. Давайте посмотрим результаты по вчерашним торгам и посмотрим, что нам готовит рынок Forex на сегодня. Поздравляю всех тех, кто воспользовался нашими рекомендациями и работал именно по сигналам, которые мы давали в утреннем обзоре. По всем мажорам, абсолютно, по которым давали сигналы, точки входа, места входа и направления мы отработали именно на 100%. То есть, ошибок не было вообще. По кроссам ошибок много, но на то они и кроссы, на то они и не работают в таком процентном соотношении, как мажоры, потому что кроссы на Америке практически никто не торгует. И то, что там происходит на этих кроссах, не волнует никаких американцев. То, что происходит в Америке, не волнует кроссы. Это маленькое отступление. Теперь давайте дальше. Тенденция по евро-доллару у нас сохраняется только в лонг. Опять обновили текущий хай. То есть, цели мы достигли. Каким образом мы вчера работали здесь? Прогноз был дождаться перебоя вот этого КМ и на откате пытаться входить вверх. Четко перебили КМ, четко откат. Первая цель. Вторая цель. Идеальная реакция на зону. Достигли. Сегодня новый хай. От него строим новые области самых выгодных цен на продажу. Отставить на покупку. И мы уже протестировали 1,4. На мелком тайме понятно, что по-другому тут сейчас и не получится. Нам необходимо искать, извиняюсь, нам необходимо искать опять точки входа и именно на покупку. Каким образом это может быть? Мы тестируем сейчас вот эти вот объемчики. Поэтому мы можем прямо здесь в текущих нарисовать какой-либо вот такой паттерн и постараться поработать вверх. Цель вверху 1,18,16. Первая цель внутри дня это обновление текущего сегодняшнего хай. Второй вариант также не исключен. Можем спокойно прийти к одной второй. Можем этот паттерн и внутри нарисовать. Что мне здесь нравится, это пока загружается, так покажу, вот эта область, которая у нас во время новости выступила таким каким-то консолидацией движения. Поэтому спокойно можем куда-то вот сюда просто упасть и отсюда уже работать вверх. По еврику, по зонам работаем только вверх. Смотрим на торговый сантимент, что мы здесь видим. Что, во-первых, мы уже вышли за область месячного атера, это раз. Во-вторых, мы видим, что у нас максимальные объемы, ну, последние вот этой волны роста. Понятно, что сосредоточены вот здесь, поэтому с технической точки зрения, конечно, мы можем откатиться прямо сюда и уже откуда-то отсюда пытаться работать вверх. Нас это немножко не устраивает. То есть, это второй недостаток. Ну и здесь, в принципе, все хорошо, все нам помогает. Толпа до сих пор находится в продаже, когда же эти продавцы, количество продавцов, их объемы сделок, вернее, растут. Поэтому покупаем, но с рисками уже будьте осторожны. Далее, фунт. По фунту, вот, у меня есть два вчерашних сигнала, которыми я особенно горжусь. Первый сигнал это по фунту. Давайте смотреть. У нас был вот этот паттерн старшего порядка, перебитие КМ и откат. Когда у нас первый импульс превышает, я говорю, 50% предполагаемой коррекции, то в таком случае на откате в 50%, а это было именно вот здесь, мы ищем паттерн на меньшем таймфрейме. Давайте посмотрим, что мы здесь видим. На меньшем таймфрейме мы точно так же нарисовали идеальный паттерн, идеально правильный, точка входа на 50%. Те, кто вчера входили по фунту, по рекомендациям, которые давались в утреннем обзоре, имели полное право войти со стопом 20-25 пунктов. Первая цель, вернее, первая цель у меня стояла обновление хая вот этого импульса порядка 60 пунктов. Вторая цель, обновление вот этого хая порядка 107 пунктов. И третья цель у нас также находится на зоне котировки 1.32.624. До этой третьей цели мы еще не дошли. Хай обновили, следовательно, имеем полное право построить новую область самых выгодных цен на покупку. Это четвертинка котировки 1.30.72 и половинка 1.29.88. Тест половинки нежелателен, то есть нам вообще желательно не проходить вот эту всю область, откуда мы покупали, да, для того, чтобы в дальнейшем, вернее, сегодня опять искать покупки. Поэтому я допускаю, что мы можем прийти к четвертинке, зайти каким-то хвостом в эту область опять, отсюда отбиться и пойти работать вверх. Это самый оптимальный сценарий на сегодня по фунту. Давайте глянем на торговый сантимент, на количество игроков, которые у нас сидят в покупках и продажах. Что мы здесь видим? В том, что толпа у нас до сих пор в неопределенности. Как бы смешно это ни было, то есть по некоторым брокерам у нас большинство покупателей, по некоторым большинство продавцов. Мы не можем сказать, куда же стоит маркетмейкер по данной позиции. Следовательно, и не можем полностью быть уверены в том, что мы пойдем вверх и это будет против толпы. Или то, что мы пойдем вниз и это будет против толпы. Поэтому вот этот сигнал говорит нам о том, что, ребята, пора, ну, вернее, не пора, а риски по сделке, которые мы можем совершить по фунту, необходимо немножечко уменьшать. Запас кода по АТР у нас есть. Область максимально торгованного объема ниже, чем текущая цена. Поэтому только покупаем, но риски пока 0,5 или 0,25 от депозита. В зависимости от вашего депозита, в зависимости от ваших рисков в одну сделку. Австралиец. Единственный из мажоров, по которому вчера сигналы не давались. Не давались они по той причине, что у нас по зонам было закрытие ниже 1,2. Необходимо было по зонам продавать. А сантимент, насколько мы помним, запрещал нам продавать. Следовательно, о покупках мы не имели права думать, потому что не было сигнала на вот этом промежутке времени о том, что пора идти вверх. Ну, а продажи нам запрещались. Поэтому все вот это движение, к сожалению, было вчера без нас абсолютно. По моей системе, по этой системе. Кто по какой-то другой системе входил, с прибылью я всегда всех поздравляю, молодцы. Но первые цели этого роста мы уже достигли. Практически и вторые цели этого роста, то есть золотую ДКЗ, также достигли. Что делаем сейчас? У нас цели теперь на покупку. Это обновление хая и вот эти среднесрочные зоны. Предлагаю вот эти цели объединить в одну. И постараться поработать следующим образом. От четвертинки с котировками 0.80.32, либо от половинки с котировками 0.80. Ровно. То есть вот из этой области ищем паттерн и на разворот встаем туда. Первая цель обновления хая и вот этой зоны. Вторая цель недельная контрольная зона с котировками 0.8135. Работаем по Австралу только вверх. По сантименту, что нам показывают австралийцы. В принципе ничего не поменялось. Толпа в основной своей массе, хоть и не критическое это значение, находится в продажах. Следовательно продавать мы все равно не имеем права. Ищем только покупки. Здесь, если покупаем, то вообще однозначно, ребята, риски надо уменьшать. Вот резкое, когда сильное, большое движение. Мы уже далеко за границей месячного АТРа вышли. Это динамический АТР. Не нужно смотреть, что он такой низкий. То есть, вот этот хай строится от этого лоя. Лой АТРа строится от этого хая. То есть, у нас АТР по австралийцу месячный. Обычно не превышает 300 пунктов, если что. А здесь мы уже прошли почти 600 пунктов по Австралу. Это очень много для этого инструмента. Поэтому риски можно немножечко уменьшить. Но о продажах не думаем, только покупаем. Далее. Новозеландец не входил в сделку. Хотя говорю, что позавчера у нас был сигнал. И этот сигнал мы четко давали. То есть, у нас вот был пробитие контрольного максимума. Вот он был откат. Вот здесь необходимо, можно было на мелком тайме поискать точку входа. И, в принципе, опять же, если рассматривать вот эту коллекцию как паттерн в паттерне. Вот у нас еще один паттерн. То есть, практически на одном и том же месте точка входа. Можно было безопасный стоп ставить сюда. Второй стоп сюда. Цель у нас была обновление хаев. И вот эта зона, дальняя цель. Золотая ДКЗ. Идеальная отработка. Тут же реакция. Порядка 30-40 пунктов мы отскочили от этой зоны. Что сейчас? Текущий хай есть. От него точно так же строим зоны. Четвертинка это 0.7524. Половинка 0.7491. Область между этими четвертинками и половинками является областью самых выгодных цен на покупку. Ищем отсюда разворотную модель. И пытаемся работать только вверх. Цели у нас уже будут внутри дня обновления текущего хая дня. И среднесрочная цель 0.75926. То есть работаем только в покупку. Смотрим сантимент. Значит профиль у нас основной находится ниже текущего положения цены. Значит мы имеем право покупать. Толпа у нас находится в продаже. Значит мы не имеем право продавать. Но здесь мы еще вышли опять же за границы месячного ТР. Поэтому только покупки, но риски опять же немножечко уменьшаем. Уже хватит зарабатывать в этом месяце. Говорит нам практически все инструменты нам об этом говорят. Далее канадец. Вот это второй инструмент с сигналом по которому я очень горжусь. Те кто вчера внимательно смотрели обзор. Давайте вспомним что я рисовал. То есть вот здесь где-то записывался обзор. Или вот в этом месте. Что я говорю. То есть у нас был импульс и вот такая она торговка. У меня было два сценария. Сценарий номер один. Выход из этой проторговки. РТС назад и поход вниз. Правильно? Но второй сценарий который я говорю. Что это было бы вообще идеально. Шоколадно и супер сказочно. Я говорю сначала выход наверх для сбора стопов. Я предполагал что соберут конечно только вот эти стопы. Но вот этот выход у нас и вот эти стопы собрал. В общем прогноз был. Выход наверх. Сбор стопов. Затем выход вниз. Пробой вот этой области. И РТС 50%. И точка входа. Спасибо цене. То есть видать в Америке и в Канаде посмотрели мои прогнозы. Ребята думают ну неплохо спрогнозировали. Давайте именно так и сделаем. Тут вот всегда так было. Постучу по столу. Точка входа. Стоп. Тейк. Да. Вот здесь тейк немножко был близкий. Но второй тейк. До него мы даже еще не дошли. Потому что новые зоны. Я их возможно даже не называл. Но котировки 1.24.0.31. То есть это где-то верхняя граница. Недельная контрольная зона. Что делаем сейчас? Все точно так же. Ничего не выдумываем. Если идет тенденция вниз. Мы продолжаем работать вниз. Вот они были минимумы. От них мы построили область самых выгодных цен на продажу. В общем мне бы хотелось конечно чтобы мы к одной второй подошли. И где-то вот здесь нарисовали паттерн. С коротким стопом опять можно постараться войти до недельной контрольной зоны. Котировочки уже назвал. Давайте глянем сантимент. Что у нас по сантименту? Все у нас красиво. Вот она область максимально торгованного объема. Она находится сверху текущего положения цены. Следовательно мы имеем право продавать. У нас большинство игроков которые находятся в рынке по форекс брокерам находятся в покупках. Следовательно покупать мы не имеем права. Но опять же единственное что это АТР. То что нас останавливает. Вот мы ускакали ниже. Поэтому если продаем то ребят риски уменьшайте. Запросто можем вернуться сюда. Хотя бы в границах текущего месяца. И дальше уже потом продолжит падение. Хотя это не носит какой-то объективные какие-то данные. Но по статистике 9 случаев из 10 закрытия месяца происходит между границами месячного АТР. Итоговая резюме продаем. Покупки не ищем. Иена. Вот где я хотел войти. Но к сожалению у меня войти здесь не получилось. То есть вот это был конечно опять же очень рискованный прогноз. Кто по нему вошел. Получили конечно же стопа. Именно вот по моему вот такому прогнозу. Но очень мало кто так людей делали. Да. В основном все пытались расторговать именно момент от 1-2. Что лично я пытался здесь расторговать. Вот эта точка максимум. Это максимум. Вот эта область. Это КМ. То есть моя идея была пробой КМ. Как только это произошло на новостях. Я вот сюда выставлял лимитку на основном счету. К сожалению отката не произошло. Цена обвалилась вниз. Кто находится сейчас в сделке. Редко когда я так советую. Но сейчас я вам советую не дожидаться первых целей. Именно по иене. По остальным инструментам ничего не говорю. Но по иене первых целей можем мы не достичь. Это немножечко из другой системы. Да просто вот такой маленький нюанс. Маленькая тонкость. Но можем не пойти вниз. Поэтому по иене. И новых сигналов я давать не могу. Так как мы минимумы не обновили. И входить в позицию откуда-то отсюда. От отката. Это уже неправильно. Потому что соотношение стопа к тейк. Мы где-то 1 к 1. Поэтому иена пропускаем. Вообще ничего о ней не думаем. Пока у нас не произойдет. Либо закрытие. Вернее либо мы не обновим вот эти минимумы. Либо не закроемся выше зоны 1-2. Поэтому иенку пока желательно пропустить. Сантименты они даже не будут смотреть. Швейцарец. То же самое что по иене. Точки входа нет. Контрольный максимум. Контрольный минимум вернее. Если вот эту точку брать. Ну это можно сказать притянутый за уши. Опять же ждать вот такой откат. Работать со стопом в 40-50 пунктов. Для этого инструмента. Это очень невыгодно. Поэтому этот инструмент тоже рекомендую. На сегодня пропустить. Золото. Хотелось мне очень поймать долгосрочную тенденцию в шорт. Я говорю что буду ждать хотя бы минимального сигнала закрытия ниже зоны 1-2. Но золото как сказала не выдумывай. Работай по системе. Четко заход в зону. Четко нарисовала паттерн. Здесь 50%. Кто зашел. Молодцы. Цель достигли. Вот она вам реакция на зону. Вот она вам сила тех зон про которые мы говорим. Что делаем сейчас? От текущего хая строим опять же 1-4. Опять же 1-2. Это является областями самых выгодных цен на покупку. Заход сюда. Работаем вверх на обновление хая. И до следующих целей. Сейчас назову котировочки. Ниже вот этого минимума мы не должны опуститься. Поэтому тест 1-2 очень нежелательным. То есть максимум куда это вот в эту на торговку. Где будет последний паттерн. То есть где-то отсюда пытаться купить. Только после того как мы находим паттерн. Только после того как мы находим кэн. Цель внутриднее обновление текущего хая. Дальние цели 12.84. Уметимся именно туда. По сантименту в принципе там ничего не поменялось. Но давайте по золоту глянем. Что у нас здесь сейчас данные прогрузятся. Толпа в основной своей массе продолжает находиться в покупках. Кто покупает золото ребят будьте осторожны. Опять же несмотря до идет сильный рост. Но про золото я рассказывал вам отдельно. Что этот инструмент практически никто не торгует на форекс. И вот этим данным верить сильно нельзя. То есть его в основном торгуют именно на бирже. А мы не видим по этим данным. Что же происходит реально на бирже. Поэтому мы золото в основном торгуем чисто по зонам и по паттернам. А вот сюда внимание обращать давайте больше. Если в принципе никогда и не будем. Потому что видите как по золоту на форексе размазаны все сделки. Вообще ни о чем. Далее быстро очень пробегаем кроссы. Потому что да нечего смотреть эти кроссы. Ужасно они отрабатывают по этой методике. Хотя ну скажем так 50-60% для меня это ужасно. Здесь рекомендации были работать дальше вниз. Продолжаем работать дальше вниз. О покупках не думаем. Далее евро ауди. Здесь была рекомендация искать покупки. Кто этим рекомендациям воспользовался доблестно получил стоп. Сейчас и тенденция не поменялась. Потому что закрытия ниже зоны 1 и 2 не было. И покупать не можем. И продавать не можем. Ничего не делайте по евро ауди. Фунт и иена. Ну вот неплохой кстати паттерн. Но это опять же так как это кросс. Ребят сразу говорю. Это сделка не для основного счета. Скорее всего на втором счету. И сейчас здесь там лотами 0.02 или 0.03. Двумя объемами войду. Посмотрим. Вот паттерн. Вот он. Вот она область самых выгодных цен на продажу. Вот минимум. Который мы должны обновить. Первая цель. И недельная контрольная зона. Там 142.50. Это вторая цель. Сделка для основного счета. Вот 3 с минусом. Поэтому работайте очень осторожно. Евро и иена. То же самое. Новых сделок быть не может. Хайми не обновили. Зоны строить не можем. Вот анлой. До ближайших целей совсем чуть-чуть. Поэтому в новые сделки входить не рекомендую. Кто держит старые покупки. Держите. Ничего не предпринимайте. Ауди иена. Рекомендации были отсюда пытаться продать. Но вот у нас был только где контрольный минимум. Мы его не пробили. То есть в сделку мы не вошли. Сейчас тенденция поменялась. Поэтому на откате наоборот ищем покупки. Цели где-то 92. Далее. Еврофунт. Тоже неудачный по кроссу. Поэтому отработали. Вот у нас была рекомендация. Пытаться отсюда работать вверх. Но обновили минимум. И сейчас. Ну только вот эту точку можно использовать за КМ. Если мы ее перебьем. На откате пытаться работать вверх. И то тогда советую вот здесь искать более мелкий паттерн. Если так будет. Можно пытаться работать вверх. О продажах пока не думаем. Далее. Что у нас есть. Евро против норвежской кроны. На откате ищем только продажи. О покупках не думаем. Нефть. Вчерашняя рекомендация. После отката искать покупки. Так. Я что сказал? По норвежской. Евро против ног. Евро ног. Продажи от отката ищем. Именно продажи. По нефти я сказал. Вчера покупать. Сегодня в принципе та же рекомендация. Только покупать. Цели 49 с копеечками. Это ближайшая зона. В принципе все. Ну и аут канадец. У нас. Вот здесь была рекомендация продавать. Первые цели отработали. Дальше сделку рекомендовал. Пытаться удержать. Но тенденция уже поменялась. И уже даже первые цели дали. Теперь можно на откате только покупать. Ну вообще ребят. Кто со мной общается более близко. Понимает. Что эта система не для кроссов. Мы торгуем биржу CME. Это американская биржа. Где происходит торговля за USD. А по USD это у нас мажоры. Это доллар. То есть это золото. Нет. И мажоры. Кроссы практически не торгуются. Можно спокойно ими торговать. И зарабатывать по другим системам. Но эта система дает не очень хорошие результаты по кроссам. И именно причина. Потому что они нафиг не нужны этим американцам. И очень плохо они торгуются в американскую сессию. И на американской бирже. Может быть по ним можно смотреть. Знаете. У меня уже были мысли попытаться рассматривать английскую биржу. Японскую биржу. Китайскую биржу. Потому что там свои маржинальные требования. Там свои инструменты. Там свои объемы. И инструменты связаны непосредственно с этими биржами. Например. Если взять там. Европейскую биржу. То есть кроссы именно по еврику. Евро против любых других инструментов. Конечно будут более лучшие. Более точные сигналы давать. Если мы будем смотреть маржу. И все условия по каждому. Фьючерсу. Именно по той бирже. Но мне этого не надо. Поэтому я и говорю. Основа что я торгую. Это мажоры. Для вас. Даю такие вот. Расплывчатые рекомендации. И по кроссам. Давайте на сегодня закончим. День вчера был. В принципе. Для всех должен был быть очень хорошим. У меня на основном счете. К сожалению. Сделок не было. На втором счете. То что были. Даже говорить о них не буду. Те плюсы. Которые находятся на том счете. Я им даже радоваться не буду. Хотя там и стопы были. Там поение я стопа поймал. По той рекомендации. Которую я вам показывал. Вот здесь. Да. То есть. На втором счете. Я вот здесь ходил. Здесь я отловил стопа. Но там же я поймал. По навозилу. Тейк. По фунту. По моему. Тейк. Но в конце недели. Я вам покажу сделки. И с первого счета. И со второго счета. На втором счете. Их вообще куча. Поэтому можно все не показывать. Но стоповые покажу точно. Тейки. Так. Под вопросом. Все. Давайте. Всем профита. Всем удачи. Пишите. Звоните. Стучите. Шлите подарки. Письма. Бандерольки. Всему буду рад. Всем пока. Продолжение следует.